Привет, друзья! С вами мое любимое шоу, в котором я вместе с вами отправляюсь на поиски самых необычных, самых креативных, самых душевных и самых красивых мест в Убуде. Всякие кафешки, заведения, ресторанчики, барчики, в общем, ворунги местные, национальные кафешки. Это все сюда, все на этом канале. Сейчас я живу на Бали, в Убуде, поэтому и разъезжаю по Убуду в поисках этих красивых мест. И вот сейчас я проезжала мимо ворунга, который называется Сехари. Я так поняла, он недавно открылся, потому что я никогда его не видела, никогда не встречала раньше, даже проездом. И вот здесь сейчас вот такая вывеска у них висит, Виаопен. Видимо, только открылись. Ну что ж, а мы с вами пойдем посмотрим, конечно же, что там интересненького. Мне почему-то кажется, что здесь очень красиво. Ну, чтобы в этом убедиться, пойдемте посмотрим. Нас уже встречают. Hello! Hello! И давайте посмотрим, какая же здесь красота. Как всегда у нас встречают охранники дома. О, глядите, какой отрелик. Ой, боже мой! Друзья, мое сердце уже замирает. Посмотрите, что там вдалеке. Мы обязательно туда доберемся, а пока что... Ну, какой отрелик. Итак, маленький прудик. Мы проходим по мостику. Видите, какой столик симпатичный. Вот такой шпак. В общем, столики такие все разнообразные. Барная стойка. Слушайте, ну это просто мое место. Глядите, тут даже планета, которая у меня дома живет. Но не прелесть, как и это. Духарь и воронка. Здесь также есть барная стойка с видом на дорогу. Все очень новенькое. Сразу видно, завиение только открылось. Барная стойка. Ребята, как же здесь красиво. I am so lucky to have you. Какая же прелесть. Толец с таким потрясающим зеркалом. Ну и вот он, главная фишка этого места. Вид. Тоже такая вот стоечка. Смотрите, с видом на рисовое поле. На фламинго. Каждый столик вот по-своему необычный. Нет двух одинаковых столов абсолютно. Как же здорово. Персонала очень много. Видно, как это только открылось. Посетителей пока нет. Но персонала очень много. И все так заботливо относятся к месту. Что ж, пойдемте сходим поближе к фламинго. Все-таки это фишка. Я удивляюсь, почему место не называется фламинго-хаус. Ребята, у меня просто сердце замирает. Здесь пруд с лотосами и фламинго. Еще и орхидеи живые растут. Как вам местечко? Я думаю, обязательно сюда стоит приехать. Пусть не на обед, но хотя бы на какой-нибудь кофеек или на фрешек. О, этот вид, он просто сводит меня с ума. Невероятно. Ребята, я сейчас осознала одну вещь. Как же я люблю свою работу. И как же я рада, что я начала этот проект. Просто мою любовь к ресторанному бизнесу знают немногие. Ну, вернее, кто со мной общается долгое время, конечно же, знает об этом. Но все эти местечки, когда я проезжаю и гуляю здесь, изучаю, фотографирую, снимаю, я просто получаю невероятное удовольствие. И столько идей сразу откладывается в копилку для моего будущего местечка. Ресторанчиком моей мечты. Но пока что просто наслаждаемся вместе. Ну, конечно, сейчас же изучим меню. Без этого никуда. Обязательно. Пойдемте. Измелька на 7 меню, плиз. Вот так, что уборочка без полным ходом. Три местечка, мне вот это тоже очень нравится, этот столик. Спасибо. Красенькая сама. Это. Ууу. 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 Красивое такое меню, боже мой. Напечатали, старались на принтере цветном. Буду сидеть сейчас вот в таком кресле. Ну, очень удобное, кстати. Ух, шикарно. И с вот таким видом, друзья. Как вам передать мои эмоции? Это просто кайф. Друзья, я только-только начала изучать меню. Вот буквально первую страничку его смотрю. Даже еще не листала. Я сразу хочу вам сказать, что здесь очень приятные цены. Ну, прям очень. Смотрите. Свежевыжатый сок из клубники. 15 тысяч. 30 гривен. Сок из, допустим, что я люблю? Я люблю сок из ананаса. 12 тысяч. 24 гривена. Ну, это очень хорошая цена. Прям очень. Так, ну что ж. Давайте посмотрим, что здесь есть. Милкшейки. Смузи, ласси, мактейлы, холодный кофе, горячий кофе. Так, закусочки. Гадо-гадо. Кстати, вегетарианские. Овощи, тофу и ореховый соус. Так, цезарь, я смотрю. Фирменный салат Сехари. Микс салатных листьев, помидор, лук и хаус-дрессинг. Какая-то заправочка. Слушайте, тут, в принципе, все по... А, нет, не все по вегану. Вижу бакса. Это национальное блюдо индонезийское из мяса. Ну, вот так. В принципе, есть что выбрать всем. Всем и вам, и нам. Ну, конечно же, на сигаренг, мегаренг в разных вариациях. Веганские, не веганские, традиционные. Так, и десертики. Жареный банан, мороженое, фруктовый салат. В общем, интересненько. Есть, есть, есть над чем работать. Есть чем наслаждаться. Я бы сок, например, выпила с удовольствием. И посидела бы здесь таким видом. Ну, давайте так и сделаем в качестве исключения. О, мой заказик пришел. Так, это у нас, ребятки, свежевыжатый клубничный сок. Это, что, скажем так, стандартное. Не, ну, как бы, ничего удивительного. Но, тем не менее, надо попробовать это дело на вкус. Фламинго, за вас. Здесь клубничка, вода и много-много льда. Ребята, я уверена, что здесь нет ни сиропа, ни сахара, потому что я попросила не добавлять их. Здесь только клубника, лед и вода. И это очень вкусно. Почему мы летом не делаем свежевыжатые соки из клубники? Это так вкусно, ребята. Очень сладкая клубника. Очень вкусненько. Я довольна. Место рекомендую. Прям лайк, 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 лайк. Просто обеими руками лайк. Если могу, то покажу. Мне кажется, здесь утром тоже очень красиво, потому что солнце восходит как раз вот с той стороны. И на рассвете здесь должно быть просто потрясающе. Ну, очень красивое местечко. И, кстати, сейчас я кое-что поняла. Я это место видела. Я его видела у своих любимых блогеров на канале. По-моему, и мои ребята из Лаавай здесь были, потому что, ну, это место находится недалеко от них. И вот, по-моему, они сели как раз вот за тем столиком, который находится возле пруда. Представляете? Я его обязательно у них уточню. И ссылочка на это видео, где они были здесь, в описании под этим роликом тоже. Ой, пламинго, а как же я кайфую, смотря на вас. С соком я справилась. Поэтому сейчас заплачу. И поехали дальше. И еще два интересных местечка. Не забывайте. Thank you so much. Последний слад. Я на эту красоту. Мне даже выписывают счет. Хотя у меня был всего лишь один сок. Мне кажется, я тоже захочу раскрасить это в стены своего дома. Все, я ухожу. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. See you. Bye-bye. Thank you so much. Все, поехали дальше, друзья. Ой, красавица. Да, полюбилась мне эта мискалечка. Надеюсь, вам тоже определенно лайк от меня огромный. Поехали дальше. Я приехала в следующее местечко, друзья. Оно такое вот очень необычное. С дороги его сразу же видно. Бросаются в глаза всякие предметы декора, велосипеды. Я много раз проезжала мимо этого местечка. Никогда еще не заходила. Сейчас мы сделаем это вместе с вами. Впервые для вас и для меня. Какие-то девчонки еще ко мне нарисовались в компанию. Ну что, пойдем посмотрим, как здесь. Заведенец называется Мадебе Чикварунг. Она такая с виду маленькая. На самом деле и большая. Там еще и бассейн, и какие есть. Конечно же, когда проезжаешь здесь на вайке, сразу бросается в глаза вот эта розовая корова на велосипеде. Такие бельки. Снимание любого друга. Ну а само заведение такое вот какое-то ковбойско-балистском стиле, я бы сказала. Очень необычное. Здесь есть и обычное, и вегетарианское. Сейчас пойдем вовнутри и посмотрим более детально. Находится тоже это место на улице Тирка Тавар. Ну прям эти велики меня покорили. Особенно коробка розовая на велике. Здесь, кстати, гриль, на котором сразу же готовят. Кстати, много делают заказов на вынос, потому что эти коробочки прям в огромном количестве застоят. Ну что, пойдем посмотрим. Привет. Камушки. Hello. 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 How are you? Good and you? I'm fine, thanks. Nice to be here. Let's look around. Давайте, говорю, осмотрим сюда. Тут парная сторичка. Всякие, видимо, известные люди побывали в этом местечке, потому что фотографии висят и семейные, и с гостями. Здесь есть фотографии Бруэд. Вот такие столики в первом, в таком антрализированном зале. Видом на дорогу. А есть еще второй зал. Пойдемте и прянем туда. Скульптура тут встречает. Слушайте, много разных гостей здесь было, потому что фотографии повсюду. Вот он, второй зал. Hello. Hello. How are you? Good and how are you? Good, thank you. Hello. Смотрите, как красиво они придумали выложить овощи. Прям помидорчики вообще аппетитные такие лежат на лодке. Здесь кухня. Здесь ганеша. Ну, очень милый столик вот этот мне нравится. Рядом с Буддой. Красотища. Здесь столько интересных вещей. Просто смотреть, не пересмотреть. Это же ежики. Видите? И утки. Сама с лицей. Прям вот этот столик меня очень привлекает. Тут даже меню есть. Ну что, давайте сразу посмотрим меню. Раз уж мы здесь. Вот какое массивное кресло. Его и куда-то двинешь так легко. Что у нас здесь есть? Завтрак. Всякие блюда на гриле. Закуски. Целый раздел вегетарианских блюд. Десертики. Напиточки. Сок, пиво. Прохладительные напитки. Чаи. Второй меню точно такой же. Ну, вполне себе ничего. Кстати говоря, выбор большой. И всяких разных и традиционных блюд. И вегетарианских блюд. Прям нормальненько так. Ну, а мы давайте с вами пройдемся дальше. Посмотрим, что здесь еще интересного есть. О, дети в бассейне балдеют. Так, это такой третий импровизированный зал. Здесь больше всего людей. Осторожно. Здесь очень крутые стульки. Очень много всяких предметов декора. Вау, здесь Николаев. Видите, как он прелестит. Добро пожаловать счастья, пока пока не летит. Отличный лозунг. Просто замечательно. Вот здесь. Здесь есть туалет. А еще, вау, вид на бассейн. Замечательно. Мне кажется, вечером здесь очень прикольно, потому что вот эти фонарики, видите, натянутые между пальмами, они зажигаются. И наверняка здесь очень красиво. А еще там есть велики, велики повсюду. Здесь есть выход, задний выход на кухню и храм. �,- О, спасибо. Мы можем приехать? Да. О, привет. О, привет. Ты живешь здесь? Да. Да. Ты молодец? , да? Нет. Мя, мя, мя. Мя, мя. Мя, мя, мя. О, окей. О, окей. У вас есть такая красивая для работы. Да, открывая. Какая польза. Да, да. Такая вау. Но, ну, я туда пойду к мудрой, да? Да, конечно. Да, спасибо. Потому что у нас не было соков. Да, да, ой, извините. Нет, у меня дома там. Если у меня дома Ария, то нет проблем. А, ты имеешь в виду дома? Да, спасибо большое. Спасибо за вашу госпитальность. Вот, друзья, за что я обожаю болейцев. Представьте, меня встретила жена хозяина этого кафе. Пригласила погулять у нее во дворе. Показала все, что да как. Только попросила не ходить в семейный храм. Он вот там, вот за воротами. Поскольку у меня нет саронга, то есть длинной юбки. А в остальном она мне предложила погулять, походить, посмотреть, поснимать. В общем, отдыхать сколько мне хочется. Представляете, как здорово. Это Бали, детка. Так здорово прогуляться. Еще меня пригласили спуститься к бассейну. Обязательно сделаю. А здесь кухня. Жена хозяина. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Пойдемте вниз, раз уж нас пригласили. Пойдемте посмотрим, как там. Огромный семейный стул, я так понимаю. Здесь вся семья собирается и тусуется. Халлоу. 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 Халлоуу. Халлоу. Вот так вот отдыхают они здесь. Прямо себе. Оуу, спасибо большое. Поглашаю даже в бассейне с ним поплавать. Какие умнички. потрясающие люди потрясающее место я в огромном восторге эти помидорчики тоже, это просто, я понимаю фишки, правда? у каждого местечка есть такие природные изюминки тут уже и солнышко зашло вот такое местечко, друзья, рекомендую, советую, очень колоритно вот именно колоритно, хотите почувствовать футболи, приезжайте сюда ну и наверняка вкусно, потому что это место с определенной славой с определенной душой так что от меня лайк, лайк, в том числе и за вегетарианское меню а вы приезжайте ну а мы с вами отправляемся в еще одно местечко вперед! ребят, ну посмотрите, какая красота солнышко садится за рисовое поле, это просто прелесть ребят, на улице Тиртотовар находится еще два таких небольших местечка первое это Абидо-органическое кафе и второе это авокадо кафе, там оно находится я предлагаю заскочить по-быстренькому и туда и туда, потому что выбрать между ними я не могу я хочу никуда и туда и туда сходить так что для начала пойдемте в первое местечко Абидо-органик-ворунок с лягушкой почему-то так есть сертификат и подвайзер ну здорово такое скромненькое местечко hello hello очень няшненькое, нивенькое здесь, глядите есть маленькая библиотека красивые картины, вентиляторы и такие аккуратные столики есть какие-то вещи, масла может быть санечки очень аккуратненько, очень скромненько, ну как душевненько, обалдеть what и у меня на крышу тоже шелетные синхрончики но не превраста давайте посмотрим меню это семене плейс и макасы давайте сделаем вот так здесь, там с рыбками Обожаю эти моменты Когда мы с вами вместе открываем Что-то новенькое О чем я даже понятия еще не имею Так, что у нас тут есть Всякие свежевыжатые соки С музики Кокосовый тропический Даже с какао Банановый Для молодого кокоса Стоит 15 тысяч Достаточно нормальная цена Дальше Здесь у нас всякие Экстракты Ага, это свежевыжатые соки Из растений Перчатся, семейцы, битур Из шнековой выжималки Ух ты, меню само перелистнуло Так, подожди Не поторопилась, мы еще не увидели Вторую страничку Представляете, какое волшебство Волшебный ветер А, в общем-то, тут нам ничего не было Здесь есть завтраки Закуски Супы Свежие салатики Основные блюда Индонезийская кухня Карисатэ, как обычные Даже вегетарианское меню Обожаю Бали за то, что в любом кафе можно найти вегетарианское меню Десертики Рациональный десерт, кстати, в Индонезии Это писанго-рэнг Это банан Жареный, жареный банан Писанг Это банан, кстати, по-индонезийски Ну, это все Блюда достаточно скромная Но, мне кажется, очень разнообразная Вот в плане того, чтобы прийти поесть Здесь есть даже вот три вида супа Это очень здорово Кстати, супы Вегетарианские Тиквенно-кокосовый Шпинатный И грибной Привет, кошек Ой, привет, деда В общем, что он сказать Мне кажется, вполне себе ничего Очень колоритное местечко Можно прийти почитать, попить кофе Поработать Покушать Что-нибудь вегетарианское Немного насильское Мне нравится, что такие заведения В заведениях никогда нет Стандартных пиццей, бургеров Музыка играет такая Медитативная Ну что, друзья Симпатичное местечко Могу ли я рекомендовать? Ну, может быть, для одного раза Да Спасибо большое Пока-пока Пока-пока До встречи В следующей раз И здесь у нас улица Телка дома Во всей России С улицы кафешка Ну, достаточно приметная Потому что это лягушка В позе Лотос которая медитирует с чин мудрый. Это просто вау. Ну что, друзья, мы с вами пойдемте, не будем пока что брать наш байк, пройдемся пешком, потому что тут буквально в 50 метрах находится второе заведение, которое я хочу еще посетить. Вот оно. Угадайте, как называется? Правильно угадали. Авокадо-кафе. Как мы с вами догадались, авокадо. Пойдемте вовнутрь, посмотрим меню и интерьерчик. Уважаю эти столики на улице, выглядят как барные стойки с видом на улицу. Авокадо. О-о-о, как красивенько, глядите. О-о-о! Здесь целая кошелка с молодыми кокосами. Живые растения, глядите на стенах. Ну и столы это просто находка, очень нравится. Кстати, классная деталь, смотрите, если вы приходите работать с ноутбуком, здесь есть розетки. Историк, очень здорово. Продаются какие-то гранулка. О, такие классные эти корзинки для овощей. Да, тут, кстати, хранятся. Авокадики. Ну что, куда присядем? А давайте сюда. Мне кажется, это достаточно симпатичный столик. И вот с таким видом. Очень скромная, на самом деле, кафешка, но такая какая-то необычная, что я не знаю. Все осталось. Ой, как здорово! Сбылись мои предположения, здесь во всех блюдах есть авокадо. И, кстати, авокадо-варук подходит зеленам и вегетарианцам, что вдвойне супер круто. Итак, буркер с авокадо, буркер с овощами, тост с авокадо, манго-карри с авокадо, какой-то двойной авокадо. Класс, с фунусом. Очень креативно. Дальше у нас индонезийская кухня. С веганским гадагадом. Здорово. Закусочки. Кстати, френч-фрайс — это картошка фри. А здесь есть еще и свит-фрайс. Это картошка фри, только из бакадо, свит-потейто. Майонез сделан из авокадо, обратите внимание. Начис, конечно же, сбоку о море. Это авокадо и кафе, друзья. Дальше что здесь? Всякие смузыки. Обратите внимание на вот этот коктейль. Авокадо, банан, мороженое, молоко и йогурт. Конечно же, с авокадо. Всякие холодные напитки. И отдельное внимание заслуживает оформление меню. Смотрите. Это настоящие листья высушенные и оформленные в виде меню. Какая прелесть. Супер. Очень красивое меню. Очень вкусно, я уверена. Очень интересный интерьер и очень много авокадо. Коричневый и зеленый хранятся вот в тех мешочках. Прикольное местечко. Однозначно рекомендую сюда прийти, особенно если вы обожаете авокадо. В любом виде. В виде напитков, в виде еды, в виде соусов, в виде всего на свете. Просто супер. От меню лайк и рекомендация. Пойду отнесу меню, покажу немножко. Спасибо большое. Спасибо. Я люблю тебя. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Смотрите, какие тут стиль. Если мы не обратили внимание, сразу. Прям пеньки. Очень круто. Очень-очень круто. С видом на кокосовую буру. Ой, друзья, я рекомендую однозначно. Адрес, как обычно, будет в описании. Ну что, друзья, понравился вам выпуск? Если честно, я в восторге от сегодняшнего дня, потому что съемки все были абсолютно спонтанные, абсолютно не запланированные. И местечки оказались, ну, практически все просто вау. Если вам понравилось это видео, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Каждая эта мелочь, на самом деле мелочь для вас, но очень огромный плюс для меня, для того, чтобы мой канал, мой маленький молодой канал развивался. И вот на этой прекрасной авокадовой ноте я с вами прощаюсь, друзья. Пока-пока. Ну вот, пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok